Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь с момента своего основания всегда уподобляла в себя воинству. Но апостол Павел говорил, только брань наша не против плоти и крови, то есть не против человека, облеченного во плоти. Потому что на войне, как случается, ну вот противник, и чем больше ты побьешь там живой силы, тем, так сказать, убедительней победа. А здесь против духов злобы поднебесной. Он это так объясняет. Когда человек не знает об этом, осуществованием вот этой рати поднебесной злобы, то, конечно, это все равно, что с закрытыми глазами ночью воевать. поэтому человек, в силу того, что он отпал от Бога, он потерял духовное зрение. и, прежде всего, он не может отличить, увидеть, откуда что происходит. И, конечно, из-за этого человек попадает в битву. Откуда же эта злоба поднебесная взялась? Это бывшие ангелы Божьи. Некогда... Эти ангелы тоже были существа свободны при своем создании, потому что разумное, осмысленное существо, оно может быть только свободным. Поэтому, как и человеку Бог дал свободу, так и ангелы имели свободу. И, вот, один из этих ангелов позавидовал Богу. И, в результате этого, эта история кончилась печально, что он не смог уже быть тем, кем он был Богом задуман. Потому что каждый ангел, он участвует в строительстве Вселенной, и, по замыслу Божию, должен быть служебным духом. Вот. Но этого не случилось. Ну, и, как говорится, вот, размышляя по-нашему человеческому, дурной пример заразителен, рыба гниет с головы, и, как вот считают святые отцы, другие ангелы, которые были в подчинении Его, были им увлечены. И где же они разместились? И вот они как раз разместились в том пространстве, которое мы называем воздушным пространством. То есть в этом воздушном океане, в котором мы дышим, который состоит в основном из азота и кислорода, а еще там другие есть составные части, это в химическом плане. А вот в духовном как раз это все находится в том же пространстве, где и мы с вами обитаем, ходя по земле. А почему именно здесь? Шли бы они туда ниже, в преисподнюю, а там им как бы делать нечего. А здесь они продолжают свою войну. Эта война заключается в том, чтобы и человека погубить. А с какой целью? Вот бывает даже у людей такое состояние бессильный зло, когда уже сделать ничего нельзя. Но человек будет из последних сил мстить, насколько можно. Ну вот как кот бывает, если его выдрать за какой-то проступок, он может, так сказать, нагадить в тапочек хозяину. Вот те, у кого есть коты, они говорят, что бой так мстит. Ну, что бедный котик может против человека? То он весит всего 2 килограмма. Человек может его, так сказать, на стельки пустить за сапог. Но вот, тем не менее, вот такая мстительность в нем чисто человеческая проявляется. Вот. Так же и в людях. Вот. Чеченская война это показывает. Ну, все уже, дело сделано. Армия стоит. Все, что можно, разрушить, раздолбали. Все равно их всех перебьют. И всех, кто туда приехал за деньгами, тоже все равно перебьют. Ну, и как можно больше. Взорвать, испортить, отравить. И хочется человеку реализовать это. И действительно, вот когда человека мучает какой-то бес, и если этому бесу послужить, то на некоторое время бес перестает мучить человека. И человеку на душе становится не скверно, а радостно. Вот, например, душит человека с ребролюбие. Ну, а работать неохота или не умеет. Ну, взял и украл. А когда украл, сразу на душе праздник. Пошел, выпил, закусил друзей. И рисковал вообще свободой. Вообще и убить могли. А просадил за два дня. То есть даже распоряжается человек как-то неразумно. А потом опять сначала. Но на тот период, пока вот на душе был праздник, вот они деньги шуршат, весело, как-то это отступило. И так с каждым грехом. Даже и с местью. Вот человека мучает жажда мести. Вот он отомстил, но душе полегчало. Два дня прошло, опять. И так без конца. На этом основана вот кровная месть. Уничтожает всех родственников. Но на самом деле родственников может быть очень много. Бывают двоюродные братья, бывают троюродные. Бывают жены троюродных. Бывают усыновленные. А у них уже свои родственники. И вообще так можно переколошматить массу народу. Вот. Но вот без отпускает человека. Только на некоторое время. Или без чревоугодия. поел, доволен, вздремнул, выспался, что-то опять есть захотелось. Ну, про выпивку вообще все знают. Еще так не было, что пил, пил, то он сказал, ну все, напился. Хватит и перестал. Нет, обычно так не бывает. Пока не сопьется в конец, то это никак не останавливается. Даже и с блудом. И вот с любым грехом. А каждый грех это ведь вещь совершенно противоестественная для человека. Каким же образом человек становится вот таким послужным рабом греха? Вот через страсть. Потому что грех, который в сердце человека, он человека мучает. Приносит ему страдания. Поэтому и называется страсть. Вот пока он человек не реализует грех, бес продолжает его мучить. А когда уже реализовал, тогда начинается временное такое отдохновение очень короткое, а потом с еще большей силой. И вот каждый грех, он имеет одноименного беса. То есть как можно каждому из нас определить, какой в нем сидит бес по тем страстям, которые мучают человека. Он может определить этого беса. Ну кроме одного. Это бес гордость. Гордость в себе человек увидеть не может. Но он может увидеть некоторые симптомы. То, что вот гордость, она проявляется вполне определенным образом. Ну, самое такое абсолютно всем нам свойственное. Это мы не можем никак не заметить. Это нам нравится, когда нас хвалят. Это тщеславие, честолюбие, следствие гордости. Вот саму гордость мы не видим, но вот по симптомам мы можем вполне определить. Ну, как вот растет из грядки некая такая растенница, и мы по ботве можем определить, что там внутри морковь. Хотя ее не видно. Потому знаем, что у моркови вот такая именно ботва. Что это не редис, не салат, не свекла, а именно морковь. Вот так и гордость проявляется по этим признакам. А остальное все очень заметно. Человек не может не заметить себя жадность, тем более блудность. В этом даже не только душа, но и тело его участвует. Вот. Вполне так. От того, как действует бес в человеке, может давление кровяное в нем подняться, или там он может покраснеть, там или глаза заблестеть, или таким, сделать таким масляным. Вот. Или человек так особенно приосанится или в присутствии существа противоположного пола начинает хвостом делать. Ну и прочее. Это все со стороны это очень все заметно. Вот. Ну а человеку это все кажется естественным, нормальным и так далее. почему я об этом заговорил, потому что как мы сегодня читали у евангелиста Марка, воскресший Христос первым из всех своих учеников явился Мария Магдалина, о которой сам Марк говорит, что Господь из нее изгнал семь бесов. Что это значит? Что это за семь бесов? Почему он их не обозначает? Что это были за бесы? Дело в том, что как раз уже в более поздние времена, когда возникли люди в церкви, которые ну оставили вообще все, что существует в мире ради того, чтобы только спасти свою душу. И на этом пути, который занимал у них обычно несколько десятилетий, как правило, хотя бывали счастливые исключения, но как правило несколько десятилетий. И некоторые из них были люди грамотные и обладали даром писательским. И они вот этот путь свой изложили. И вот все они как один сходятся в том, что семь основных бесов главных в человеке. Это вот то, что называется смертными грехами. Они опытным путем это сами в себе познали, увидели и с помощью Божьей это сумели победить. и конечно самому человеку вот из плохого стать хорошим или из дурака умным это невозможно. Вот даже я вот так бывало, что встречался с человеком, который ну допустим страшно начитан, но все равно ума нет. Вот ничего не сделаешь. А бывает человек почти неграмотно, но весьма умен. Вот это никак не связано. Конечно ум можно чуть-чуть подразвить, но все-таки это не знаю как в процентном отношении, но это все равно от Бога дается человеку и так и так. И тут ум такая вещь, что как не изображай ум, как только человек рот откроет, сразу все ясно. Поэтому если кто хочет сойти за умного, то лучше вообще помалкивать. Потому что раз человек молчит, по крайней мере остается некая такая тайна. Может быть за этим молчанием кроется что-то больше, чем простая глупость или неученность или застенчивость. И именно Христос изгнал семь бесов. Это именно подчеркивается. Потому что действительно вот это дало возможность ей первое повстречаться со Христом. Этому есть как бы две причины. мы можем только гадать конечно. Не подумать что я так знаю наверняка. Но как-то раньше это было непонятно. Вот почему именно он ей пришел. Можно предположить что этому есть две причины. Первая что для того чтобы ее поддержать. Потому что обычно у семь бесов присутствует но один например жадность может превалировать на других. Но обычно не один бывает пара. Один сильнее другие послабее а остальные немножко в угнетении некоторым находятся. Хотя присутствует тоже. А вот так чтобы все семь и действовали в человека это довольно редко. И поэтому Мария Магдалина когда она потеряла отца наставника учителя то конечно существовала некоторая такая опасность для нее что не то что она вернется к старому а просто может впасть в уныние и Господь как добрый пастырь решил ее этим поддержать. Как только для него уже воскресшего появилась возможность явиться кому-то из своих учеников он избрал именно ее для того чтобы ее укрепить. Это с одной стороны. А с другой стороны в силу того что она получила вот эту чистоту независимость от вот этого бесовского насилия. Потому что каждый человек вообще-то живущий на земле он и рождается рабом и живет как раб. Даже не страстей потому что настоящих страстей они уже как бы выродились уже в 20 веке. Но может только страсть к деньгам еще более-менее осталась у людей. Так смотришь что происходит в мире все как-то в основном из-за денег. вот именно эта чистота позволила увидеть Первого Христа. И какое из этого можем извлечь мы уже спустя 2000 лет назидание? Очень как раз именно то о чем мы вообще забываем. о чем мы чаще все забываем. И вот постоянно с этим сталкиваются. Вот человек например говорит приходит на испытик вот мне такие страшные мысли в голову приходят. Ну и что? А вот я иду по улице и какой страшный плакат или совершенно надпись совершенно только раздражение может у человека вызвать и отрицательные эмоции но нежелание купить этот товар вообще наоборот будет ассоциироваться с какой-то пошлостью и примитивом ну так и что теперь застрелиться что? Ведь как бесы воюют против человека так как говорил апостол Павел через мысли как этот механизм происходит бес внушает человеку некую мысль ну например ах меня никто не любит не жалеет и все время вот так бомбардирует одно и то же меня никто не любит я никому не нужна и человек смотришь через три недели он уже психически больно что произошло кто-нибудь умер нет у тебя что-нибудь болит нет тебя покрали нет квартира сгорела нет ну что в подъезде сумку отобрали что случилось нет а человек просто принимает эту мысль за свою вот и все вот такая задача и как только он принял ее за свою все он становится несчастным и так далее и так далее и так вот дьявол внушает человеку любую мысль и человек следует этому и вот чтобы этому противопоставить этому насилию потому что когда Христос пришел на землю мы конечно не историки древнего мира и мы перед нами разворачиваются разворачиваются только евангельская история но вообще-то можно Библию и пораньше почитать вообще как вот единобожие Израилево сожительствовало со всякими языческими там культами религиями и так далее некоторые дожили прям до конца уже средних веков вот эти страшные культы там взять ацтеков там майя которые в северной Америке там людей в жертву приносили сотнями тысяч причем не просто убивали там в затылок а там ножом вскрывая грудную клетку вырывая сердце понимаете это все так как было очень еще любой ужастик современный покажется вообще безобидным мультфильмом вообще вообще что люди делали друг с другом как убивали там своих детей в жертву приносили вот этим богам ну вот можно себе представить что кошка вдруг там в кулачке разодрала своего котенка и так сказать ради чтобы принести его в жертву там человеку как высшему существу совершенно невозможная ситуация ну почему же человек умный он мог или аду одиссею сочинить или помпейские фрески почему он отдает на смерть свою родную дочь которая еще замужем не была ей лет 15 и она вообще и умница и красавица почему ее убивают и считают что делают хорошо но кто может внушить кроме как дьявол такую мысль человеку ну понятное дело вот если человек следует вот этим своим мыслям как он считает своим он может прийти куда угодно дьявол может завести в любую дебри с какой целью дело в том что психика человека она имеет конечно такие защитные барьеры но когда человек переступает определенный барьер назад пути нет человек либо сходит с ума либо кончает жизнь с убийством вот это ты дьяволу и надо потому что если человек покончил с собой покаяния уже нет если человек убил две сотни людей он может покаяться и остаток жизни провести иначе конечно он не восполнит этот кошмар который он устроил на этой земле людей этих не вернешь но тем не менее он может покаяться в этом иначе а вот если человек убил самого себя уже тут ничего не сделать вот в этом все причины ввести в такое уныние и отчаяние человека от содеянного поэтому после каждого греха сначала бывает временное облегчение а потом уныние вот и вплоть до отчаяния и человек таким образом сатана его психику расшатывает и он уже превращается там ну смотря кто каким путем идет вот вот очень многие там миллионеры там с ума сходят начинают там бояться или люди очень властные вдруг превращаются в трусов таких окружают себя там ну вот взять вот Сталина как он трясся вообще господи куда ты денешься когда надо было убрали в течение двух дней и не крякнул и в общем какие проблемы человеку убрать вот и так вот во всем человек если выбирает это там никто маньяками становится убийцами вот как человек становится таким что ему в радость доставляет людей убивать там смысл жизни вот это все такая девоческая работа но начинается там с пустяка там сигаретку взял и закурил вроде бы так а что а все ребята курят и мне надо почему а я хочу быть как они ну кто такую глупую мысль может внушить когда отец против мать против а он хочет быть как они но он же понимает что они хуже чем его отец и его мать почему он хочет быть как они такой мысль кто может внушить маленькому ребенку но только дьяволу а как а он эту мысль так маскирует что это ребенок принимает ее за свои мысли и он стал рабом один рабом бумажки вот эти с табаком другой рюмки рабом третьей там карточной игры и так далее и вот так человек как-то на чем его дьявол зацепил хоть на филателии он уже не может вырваться вот увидел марку и у него глаза горят руки трясутся что ты трясешь квадратик маленький с зубчиками она стоит там 40 тысяч долларов да хоть 200 но это кулачок бумаги что ты так разнервничался например увидел там вагон мяса там или там еще что но это что кусок бумаги что ты так переживаешь откуда такая мысль а человек разумный он может или аду написать или одиссею а он раб вот этой штуки или там вот молодежь ну три глаза вели ну два ну что так орать ну хорошо поорали зачем потом друг друга бить ну хорошо бить но зачем друг друга убивать ну лупят по мячу ну договорились сыграем так сыграем так иногда не договорились но это же понятно что это обувная фабрика это же совершенно для дураков нету майки оденут друг на друга кто может внушить такую мысль людям которые могут вообще на луну улетать или там сирот подбирать на улице или там поля обрабатывают сколько силища в них а что они вся силища в гудок только орут и дерутся опять бессмысленность нет тот кто это затевает это бизнес это понятно бизнес это и есть всякими такими глупостями пользоваться но а эти то что почему же они такие глупые стали что их оглупляет дел он внушает такие самые очень примитивные мысли потому что сложную мысль во первых дел он не может сочинить он существует совершенно не творческая он может только передрать из того что есть в этом мире ну и что-то такое ну как коммунизм там как идеология там передрали из христианства но получилось жалкое подобие но сравнить две религии там христианство да ладно христианство мусульманство и сравнить с коммунизмом ну ну просто пошлейшая вообще муть ну а тем не менее вот чем пошлее тем скорее человеку будет приемлемо вот в чем такая вот есть закономить и вот у каждого из нас тоже выбор этот выбор ежесекундный и это выбор всей жизни либо ты останешься рабом а если ты им раб всю жизнь им служил вот этим бесам через свои страсти то ты будешь им служить и всю вечность из этого круга можно выйти только если стать рабом божьим если начать служить богу как через заповеди бог дал заповедь для того чтобы человек мог противостоять вот нравственный выбор мне моя жаба которая внутри сидит диктует одно а заповедь диктует противоположное и вот если я поступлю как свободный человек а как не раб я выберу заповедь то я остаюсь с богом в этот момент то что там в пятницу я могу поступить наоборот то я остаюсь с богом а если нет то нет и так вот Христос для этого пришел чтобы дать нам эту возможность почему потому что сам человек просто усилием воли он не может победить бесов которые внутри он может устоять от соблазна под действием каких-то причин ну например деньги и он на глазах у всех ну боится лезть в чужую квартиру а если ночь то залезет вот обстоятельства то тюрьмы боится или там еще что-ли а внутри-то тяга все равно есть а вот как от тяги то избавиться как вообще бесов изгнать все семь бесов из души это только может Христос поэтому ему нарекли имя Иисус что по-еврейски значит спаситель вот Христос он один любого человека может спасти от любой жады блуд сребролюбие чревоугодие уныние зависть гордость от любого может избавиться некоторые условия необходимы первое нужна вера в то что он действительно это может сделать Мария Магдалина верила в это она это получила апостолы верили они это получили все те кто пошли за ними этим путем верили в это и это получили кто не верил сомневался тот ничего получить не может это нереально Христос поэтому всегда спрашивал веришь ли ты в сына Божия если человек ну вот хоть какую-то веру имел Господь мог совершить а почему так а взял бы без всякого вопроса а это было бы уже насилие а Господь нас слишком уважает ты хочешь быть в преисподней милости просим вот тебе преисподней ты хочешь быть в царстве небес пожалуйста каждый сам выбирает поэтому Бог не может насиловать человеческую природу потому что Бог это не дьявол дьявол он насильник он убийца а Бог нет Бог дает человеку свободу и он уважает эту свободу и он никогда эту свободу не переступает хотя конечно может он творец а мы творение как гончара он может хлопнуть горшок и останутся одни черепки но Бог этого не делает это первое условие ну и второе эта вера она должна обязательно быть сопряжена и с исполнением того что Христос говорит потому что тогда смысла нет вера без дел мертва поэтому человек должен направиться усилия на исполнение заповеди то есть вот та малая воля которая у нас есть она должна быть приложена к нашему желанию освободиться от греха от насильства дьявола и тогда человек становится свободным Бог его освобождает своею благодатью вот если мы помним когда Христос подходил к людям бесноватым они бесы которые в них они начали вопить Иисус Сын Божий что-то пришел мучить нас потому что с благодатью Божий бес не может находиться поэтому он должен покинуть человека поэтому спасение заключается в том чтобы благодать Божия пришла в сердце и очистила нас от всякой скверны вот что и произошло с Мариной Магдалиной с Мариной Магдалиной сначала она уверовала а потом Христос свою благодать ее очистил поэтому она сподобилась видеть ее воскресшим если мы хотим так сказать не чисто умозрительно а так реально вообще в вечности встретить воскресшего Христа и эту жизнь продолжать то мы должны тоже идти таким путем вот такое в этом назидание причем наше хотение должно чтобы не декларативно а то что вера без дел мертва а именно вот проверяется в дел и вот жизнь нам дана такая небольшая очень хотя отдельные люди могут в течение этой жизни довольно много сделать и хорошего и плохого и говорят там что страшный суд это так взвешивается что человек больше хорошего сделал что плохого это условно это не так результат не в этом а результат в чем каким в результате твоей жизни стало твое сердце вот кем ты стал по существу это сердце для него возможно воспринять благодать Божией или оно так осталось гнездилищем бесов каждый из нас может прикинуть по сравнению с тем когда мне было три года я сейчас лучше стал или хуже и просмотреть эту тенденцию и так прикинуть а сколько мне еще осталось здесь трепыхаться и вообще что меня ждет вот и сегодня кирпич на голову упадет я где окажусь в результате своей жизни так вот положи руку на сердце по совести вот как ты к себе относишься хорошо вот как бы по справедливости вот с тобой бы надо было бы поступить если бы Бог был справедлив нам совесть всегда скажет что мы заслужили и второй вопрос нас это устраивает если нас это устраивает тогда что мы сюда пришли церковь это только для тех кого это не устраивает кто несмотря на что хочет спастись хочет спастись от этого рабства греху хочет вырваться на свободу не то что мне диктует моей страсти я буду им следовать то жадность то обжорство то пьянство то блуд тщеславие гордость то что Бог велит то что действительно прекрасно это же любой понимает человек что прекраснее гордость или скромность понятное дело что умеренность или жадность что доброта жертвенность или сребролюбие верность или постоянные измены ну что лучше это же я не знаю по моему это и собака с кошкой наверное различают вот поэтому тут на самом деле все ну очень просто и вот выбирает сердце а что сердце выбирает Господь сказал где сокровище ваше там и сердце ваше вот и получается в результате что для человека является его сокровищем один говорит о я все для детей другой говорит о это моя работа третий это служение отечеству 4 это музыка а 5 вообще как у меня хиний типа это театр вообще что за ерунда он 50 лет отдал театру нашел чему отдавать или там если он бумажки собирал то он может чистоте отдал но это еще понятно ну так 50 лет там театру или может быть еще и эстраде это вообще как-то чудно звучит так вот оказывается что это возможно дать и благодарите позже только если вот это все отдать христу а это можно отдать только если его возлюбить тоже как можно 50 лет отдать театру да это нужно его любить тогда отдашь тоже человек может отдать только тому себя что он любит больше чем себя то что обычный человек среднестатистический он себе все отдает ну и конечно делится там женой там с детьми с родственниками там с друзьями ну в той мере сколько не жалко если чуть жалко уже там тяжело вот ну в каких-то стрессовых ситуациях бывает проявлять какие-то отдельные такие поступки ну так обычные люди все живут а тут надо все тогда это имеет смысл тогда действительно можно поверить такому человеку что он действительно верует во христа что действительно он его жизнь он его спасение что это все некрасивые слова а действительно новый вообще образ жизни и новый образ бытия это каждый из нас прикинь то я такой пока нет и опять прикинем а сколько нам осталось жить хочу мы тогда вообще делаем хочу о чем мы думаем вот и конечно надо как-то постараться какие-то шаги в этом направлении сделать нужно с небольшого потому что ну чтобы как-то было хоть какое движение в должном направлении а все остальное господь сделает он хочет нам в этом помогать он для этой кровь пролил для этого на землю пришел чтобы нам помочь в этом выйти на эту свободу причем он даже первый вот из этой тюрьмы прорыл этот подземный ход и там крестом увенчался это выход к этому свету да это будет трудный тяжелый провал и так далее ничего другого он нам не обещал ни царских палат ни нобелевских премий нет ничего все наоборот все то что у людей здесь на земле ценно то в его глазах христов это есть мерзость перед богом что у людей престижно то для христа абсолютно отвратительно почему потому что сама мысль о престиже это мысль дьявольская мысль дьявольская потому что ну человек заставляет делать безумную пахту чин цыганшка мне походит лет пяти да и нам мамина операция там что-то да и ля-ная ля я и айдну у тебя серёжки каждая в ушки так тыс по четыре 4 до 4 8 ну это же элементарно вот тебе операция какие проблемы вот Mumbai Настолько уже вошел в эту стихию попрошайничества, что даже таких простых вещей не понимает. Что если ты хочешь просить, то надо что-то такое вообще. Ну уж, по крайней мере, золотые серьги с аквамарином в уши не вставлять. Тогда как-то будет убедительнее. И вот так же мы должны быть подходить к своей жизни разумно. Но если Бог считает нашу с вами жизнь столь великой драгоценностью, что ради того, чтобы вырвать нас на свободу от греха, отдает на смерть единородного сына, то а мы-то что? А мы каждой мысли пугаемся. Что ей пугаться? У дьявола такая и работа. Нам внушать всякие поганые мысли. Ничего страшного. Когда идет дождь, надо раскрывать зонтик. Когда идет град, надо под крышу. А когда ураган, надо залезать в подвал. Ну это же элементарно. Вот тоже и с помыслами. И освободить это кто может? Только Христос. Вот надо нам к Нему и обращаться. И вообще всю жизнь изменить в этом направлении. Тогда и очистимся, как Мария Магдариновна, из которой Господь изгнал семь песок. Помоги нам в этом, Господи, аминь.